Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Алексей Иванов и я приветствую вас на обучении по продукции компании Тиньши. И сегодня мне лишь выпала честь представить вам человека, который на профессиональном уровне донесет до вас информацию. Это мой близкий друг, человек с которым мы еще начинали интересоваться этой продукцией, этими возможностями, учившись вместе в институте. И когда мы учились, я сразу понял, что человек ко всему подходит основательно и хочет со всем разобраться. И когда он стал разбираться в этой продукции, он применил здесь такой же подход и искал выводы, доказательства, факты, первоисточники. И этот человек является победителем конкурса лекторов по продукции компании Тиньши. Он проходил обучение в Москве у докторов химических наук супруг Покидышевых. И могу вам сказать, что человек наиболее компетентен в этой области, в северо-западном регионе. И, пожалуйста, приготовьтесь внимательно, всю информацию. С вами сегодня будет Георгий Константинов. Спасибо, Алексей. И мы сразу с вами приступаем к работе. Меня зовут Георгий, действительно, моя фамилия Константинов. Мне сейчас на данный момент 22 года. И я думаю, что эту презентацию будут смотреть разные люди. Может быть, кто-то будет большого возраста, то есть уже больше, чем мне. Для меня это большой, то есть больше 22 лет. Кто-то будет, может быть, моего возраста, то есть молодой. Но в любом случае, я думаю, тема здоровья, она актуальна всем людям. И для начала я хочу немножко всех вас познакомить с компанией Тиньши. И чуть-чуть рассказать вкратце о ней с точки зрения того, какой продукт она предлагает. Итак, продукция компании Тиньши. В первую очередь, компания Тиньши, как вы видите, ведет свою деятельность уже в 190 странах мира. В 114 есть официальные представительства, более 50 тысяч их по всему миру. Число семей и клиентов уже превысило 20 миллионов. И у нас есть 5 основных групп продукции. Во-первых, это продукция, которую относят по классификации российского законодательства к биологически активным добавкам. По китайской номенклатуре эти продукты называют продуктами клеточного питания. То есть они питают наши клетки и наш организм на клеточном уровне. Потому что очень часто заболевания возникают именно из-за недостатка определенных веществ в клетках. Но по этому поводу мы с вами будем говорить далее. Второе направление продукции – это оздоровительные приборы. Третье направление продукции – это парфюмерно-косметические различные средства. Товары для дома, продукция личной гигиены. И новое перспективное направление у нашей компании – это оздоровительный туризм в Международный оздоровительный центр Тайцзишэн. Этот центр расположен в городе Тяньцзинь и он предлагает потрясающие услуги по диагностике организма. По сведениям, которые идут от нашего президента компании, на одной из недавних конференций он озвучивал такие цифры, что там есть оборудование современнейшее, которое есть всего лишь в нескольких клиниках мира. Например, в такой известной клинике, как клиника Хопкинса, доктора Хопкинса в США. И это оборудование способно диагностировать опухоли размером от 2 мм. То есть, онкологические различные явления от 2 мм. Для сравнения, большая часть оборудования может анализировать и диагностировать опухоли, обнаруживать размером от 5 мм. Развитие такого рода заболевания от 2 до 5 мм составляет по времени. Если быстрый темп, то это год, если темп медленнее, то это может все развиваться до 5 лет. То есть, настолько раньше можно диагностировать различные проблемы у себя в организме. Это на самом деле потрясающая информация и потрясающий центр сам по себе. Идея этого центра даже в названии немножечко присутствует. Центр по управлению здоровьем. То есть, этот центр, он позволяет человеку управлять своим здоровьем посредством контакта со своим личным специалистом. Ты туда приезжаешь, и у тебя есть личный консультант, который следит за твоим здоровьем в течение всего следующего года и далее, в зависимости от того, сколько ты сотруднишь с этим центром. Он связывается с тобой по электронной почте, по видеосвязи, отслеживает твое здоровье. Вот такое направление у нас есть в компании сейчас. Любой человек может туда съездить, и это будет ему гораздо выгоднее по цене, в отличие от аналогичных швейцарских или американских или тайваньских клиник. Именно там развиты подобные услуги. Это стоит в размере где-то 14-16 тысяч долларов. У нас программы стоят от 10 до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, какое количество процедур вы для себя выбираете. Но это было вкратце о таком вот перспективном направлении нашей продукции. Далее, хотелось бы немножечко рассказать именно о том, как обстоит ситуация со здоровьем у людей. Дело в том, что многие люди совершенно не понимают, что такое болезнь. Это, наверное, привито в силу определенных канонов европейской медицины, которой мы с вами все придерживаемся, западной медицины. Как рассматривает западная медицина болезнь? С точки зрения западной медицины, болезнь – это болезнь какого-то одного органа. И когда мы приходим к врачу западной медицины, он рассматривает этот орган. Он не ставит целью вылечить весь наш организм. Если ты приходишь к гипотологу, он просто лечит тебе печень. У него нет задачи оздоровить организм и вылечить его в целом. Когда он лечит печень, он калечит огромное количество органов параллельно. Вы, наверное, это знаете. Потому что любое лекарство на самом деле – это химический скальпель. Это не скальпель хирурга, который проникает в тело человека механически. Но химически он оказывает примерно то же самое действие. Почему? Потому что сейчас, можете себе представить такой факт, 90% всех лекарственных средств, которые выпускает фармакологическая промышленность, имеют либо симптоматический, либо замещающий характер терапии. То есть, что это означает? Симптоматическая терапия – это когда убирается только симптом. Ну, допустим, у вас начинает болеть почка. И есть известный спазмологетик, такое лекарство, как баралгин. И баралгин, что он делает? Он просто купирует сигнал нервный, выключает его от почки к мозгу. Если мы с вами подумаем, неужели вы так размышляете или думаете, что при этом вылечивается почка? Ну, конечно, ни один адекватный человек так не думает. Все понимают, что если просто отключили нервный сигнал, ну, значит, ты не чувствуешь боли. Но причину заболевания лекарство не убирает. И действительно, эти лекарства, большая часть, представьте себе, симптоматическая, либо замещающая терапия. Замещающая терапия – это терапия, когда оказывается замещающее действие какого-то фермента или гормона. Допустим, какая-то железа не вырабатывает нужный гормон. Возьмем щитовидную железу, гормон тироксин, известный. Так вот, что делает лекарство? Оно такое, эльтероксин, так называемый, его добавляют к тебе в кровь, соответственно, когда ты его принимаешь. И он начинает тебе в кровь попадать. Как вы думаете, что происходит при этом с щитовидной железой? Ну, конечно, ответ очень простой. Щитовидная железа просто еще больше перестает работать, потому что организм чувствует, что она ему, в принципе, не нужна. К ней можно отключить кровоснабжение, и она может не работать, ведь гормона достаточная. Единственная такая особенность синтезированных гормонов или ферментов в том, что они очень долго распадаются, деактивируются. Если брать природные гормоны и ферменты, которые вырабатываются у нас в организме, они сделаны так, что через 10 минут они все прекращают свое действие, распадаются. Но, как вы понимаете, зачем изготавливать такое лекарство, которое разрушится через 10 минут? Соответственно, делают такие лекарства, которые очень долго работают. Вот этот эльтероксин, синтезированный тероксин, он блуждает в крови человека до 24 часов. И 90% лекарств, еще раз повторяю, вдумайтесь в эту цифру, 90% лекарств имеют либо симптоматическую, либо замещающую терапию. Они не воздействуют на причину заболевания. В итоге мы имеем с вами вот такую статистику. Всего лишь 5% людей на планете, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, сейчас считаются абсолютно здоровыми. 20% людей страдают какими-то заболеваниями, выявленными. И 75% людей находятся в предболезненном состоянии. То есть, они так называемые недообследованные, что ли, можно так сказать. То есть, это люди, которые не чувствуют себя здоровыми людьми, но в больнице они пока, или в какие-то медучреждения, они не обращались. И вы, наверное, знаете своих одноклассников, которые, выпускаясь из 11 класса, уже имели довольно толстую такую историю болезни. Там уже был и гастрит, и холецистит, и калит какой-нибудь, то есть, с пищеварением и сколиоз туда уже приписан. И очень-очень много заболеваний. Ну, не знаю, как у конкретного каждого человека, но у меня такие одноклассники были. И в ВУЗе тоже было довольно много ребят, которые уже страдали большим количеством заболеваний. Ведь 5% абсолютно здоровых людей в этой статистике – это дети до 5 лет. Это дети до 5 лет, то есть, их здоровье действительно хорошее. Остальные люди болеют. Почему это происходит, мы с вами чуть-чуть попозже поговорим, но для начала я бы хотел остановиться на понимании здоровья. Очень многие люди думают, что здоровье – это когда у меня просто ничего не болит. Особенно мужчины. У мужчин вообще такая позиция, что пока у меня ничего не отваливается, пока я ходить могу, вставать могу, и выполнять какие-то механические действия, значит, я не должен обращаться в медучреждение или как-то заниматься своим здоровьем. То есть, пока что-то не начинает отваливаться, так что уже невозможно просто жить, мужчины очень халатно относятся. Женщины обычно немножечко более внимательные и чуткие к своему здоровью, но тем не менее, тоже они поставлены в такие условия, что не могут решать свои проблемы, потому что причину заболеваний, как мы с вами выяснили, никто вам никогда не убирает. И в итоге получается, что мужчина или женщина, они вот с какими-то такими болезнями и ходят. Кроме того, есть люди с такими определенными сигналами того, что уже начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Итак, Всемирная организация здравоохранения выявила 10 таких сигналов. Ну, первый сигнал очень важный – это умение переносить ежедневные стрессы и нагрузки. Вот я вставил такую небольшую смешную картинку. Если у вас эта картинка вызывает чувство дискомфорта, и вы представляете, как бы вы себя чувствовали в этом помещении плохо, а это утро, то явно человек не может нормально переносить стрессовые ситуации. Это говорит о том, что его нервная система не в порядке. Это уже показатель того, что здоровье не очень хорошее. Умение брать на себя ответственность, как это ни странно. Если человек отказывается от ответственности, боится брать на себя что-то действительно серьезное в этой жизни, какие-то решения принимать, это тоже сигнал того, что он не совсем здоров. Потому что, когда человек здоров и позитивно настроен, он настроен и на хорошую продуктивную работу. Следующий сигнал – это умение переносить простудные заболевания. Обычные простудные заболевания ОРВИ, либо ОРЗ, которые, собственно, посещают, ну, я думаю, процентов 90 людей в нашей стране, этим всегда болеют. Кроме того, вторая часть этого сигнала – это умение адаптироваться к изменениям внешней окружающей среды. И я думаю, вы знаете такие истории, когда люди едут на море на две недели, из которых неделю болеют. Это вообще поразительная вещь. То есть, организм настолько ослаблен, что он не может перенести элементарные изменения температуры и влажности воздуха. Это тоже показатель того, что иммунитет не в порядке. Следующий сигнал – это нормальный вес тела. Если вес тела не вписывается в норму, как вы видите, то это сигнал нездоровья. Следующий сигнал – это хорошее состояние зубов, нет, не зубов, простите, а ногтей, волос и кожи, в принципе. Ну, вот я тут ставил картинку с перхотью. Если есть хоть одна из проблем – ногти волнистые, неровная ногтевая пластина, плохо растет. Или же есть перхоть, или кожа шелушится, есть какие-то угревые, там, различные явления на лице. Или в целом на коже. Это тоже показатель того, что что-то сейчас в организме нарушено, и с этим надо работать. На самом деле, большая часть кожных проблем, связанных с высыпаниями, это именно проблемы грязного кишечника. Таким образом, вот токсины выходят. Ну, хотя проблем на самом деле много, и каждый человек все-таки требует детального рассмотрения. Следующий сигнал – это как раз вот сигнал зубов, который выделен в отдельный сигнал. Если у человека какие-то есть уже, там, к 30-25 годам зубы, которые неродные, то есть, ему либо их вырвали и вставили имплант, либо очень много пломб стоит, очень много кариеса – это тоже показатель того, что здоровье не в норме. Об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Еще раз вам напоминаю это. Следующий сигнал – это нормальное состояние глаз. То есть, если к концу дня глаза краснеют и устают, перегружаются, значит, их тоже надо поддерживать. Состояние нормальное сна и отдыха, то есть, когда вы хорошо засыпаете, легко, когда вы легко, бодро встаете – это тоже показатель здоровья. Если этого нет, то это, соответственно, стоит задуматься. Ну и последний сигнал – это развитая мускулатура, хорошие мышцы, в тонусе находятся, опорно-двигательный аппарат в порядке. Если вот такая картинка, которую вы видите, отражает отчасти вашу жизнь, то это тоже показатель того, что здоровье не в норме. Поэтому задумайтесь, если хоть один из сигналов присутствует в вашей жизни, вам уже стоит начать заниматься здоровьем. Дело в том, что люди болеют по нескольким причинам. О них мы поговорим и рассмотрим их детально, но для начала есть очень хорошая статистика Минздрава США, которая говорит о том, какие болезни возникают и почему они возникают. Так вот, представьте себе, 78% заболеваний имеют так называемый дегенеративный характер или немедицинский характер. То есть, они вызваны не попаданием вирусов или инфекции, или какими-то генетическими предрасположенностями. Человек болеет этими заболеваниями, хотя, по идее, болеть не должен. И действительно, это поражающая статистика. Кроме того, из 26 тысяч болезней, которые сейчас выявлены современной западной медициной, всего 3% считаются излечимыми. Ну, один из моих знакомых дерматологов говорит такую интересную вещь. Мои пациенты самые хорошие. Они никогда не умирают, но и никогда не выздоравливают. Представьте себе, действительно, это правда. Очень мало заболеваний может излечить западная медицина. И вы знаете, я не противник западной медицины. Я знаю, что есть просто поразительные врачи. Я знаю, что есть люди, которые спасают других людей в очень экстренных ситуациях. Я считаю, что если есть необходимость именно быстрого вмешательства, когда человек стоит на грани жизни и смерти, действительно, без этой медицины никуда. Но что касается хронических заболеваний, они поэтому и названы там хронически. То есть, они не могут излечиваться, потому что, еще раз, лекарственные препараты просто не могут этого делать. Потому что вся лекарственная химическая промышленность, она возникла около 200 лет назад. Таким образом, что появились определенные лекари, у которых появились вот такие химические вещества, яды, по сути своей. Это была такая наука о ядах, фармакология. Когда, вы знаете, наверное, сифилис, вот Ивану Грозному лечили, есть такая версия ртутью, и поэтому он умер. Отчасти есть одна из версий. И действительно, это правда. Не знали тогда, насколько яд вреден, они не могли его проверить долго, но он помогал быстро, в маленьких дозах он помогал. А какие мы с вами все? Мы с вами хотим всегда быстрый результат. Мы не хотим с вами заниматься своим здоровьем в течение трех месяцев, четырех, менять свой режим питания, менять свой распорядок дня. Мы не хотим больше двигательной активности делать, мы не хотим пить больше воды, мы не хотим есть больше фруктов, мы хотим просто выпить какую-то чудо-пилюлю, и чтобы все здоровье, которое у нас было не в норме, пришло в норму. Так вот, эти лекари, они стали более популярными, они просто стали зарабатывать больше денег в то время. Вот, ну, по сути, это, да, может быть, недалеко от Средневековья ушло это время. Так вот, соответственно, эти лекари стали зарабатывать больше денег, они стали более популярны, соответственно, вся эта философия стала распространяться, Люди стали больше зарабатывать, люди стали больше об этом говорить, другие стали больше к ним обращаться. И вот так вот получилась западная медицина, если ее так упростить развитие. Если брать восточную медицину, то, не знаю, к сожалению или к счастью, в Китае последний император, по моим данным, ну, можете тоже, наверное, как-то это узнать, он был совсем недавно убран. То есть культурная революция у них была вот еще в 20 веке. После Второй мировой войны. И у них до этого момента не была совершенно развита химическая промышленность. Они, может быть, бы и хотели сделать какие-то лекарства, но Китай просто в силу таких исторических причин не мог этого сделать. И Восток в его лице. Соответственно, они пользовались своими народными методами, так же, как раньше на территории нашей страны. Чем лечились там древние какие-то жители? Ну, конечно, травами какими-то такими народными методами. Вот так же это все было пронесено, восточная медицина, 5000 лет ей сейчас на данный момент. И она, соответственно, несет здоровье людям именно таким образом. Так мы с вами возвращаемся. Почему люди все-таки заболевают? 78% имеют дегенеративный или немедицинский характер. Что за немедицинский характер? Откуда он берется? Это связано с нами, с нами, с нашим строением, со строением людей. Вот если брать 50 тысяч лет до сегодняшнего момента, вот в то именно время жили наши первые прародители, кроманьонцы. Может быть, кто-то тогда слышал или когда-то слышал об этом названии. Вот были там австралопитеки, потом кроманьонцы. Вот кроманьонец, представьте себе, он слева расположен. Он выглядит вот так. Если его побрить, одеть в костюм, то он будет примерно выглядеть как человек, который справа. Мы, если его сюда к нам посадить, куда-нибудь рядом с нами сейчас, мы его не отличим. Если он, конечно, не начнет издавать какие-то звуки от современных людей. И с точки биохимии, с точки зрения биохимии, эти люди и мы с вами совершенно не изменились. Но с точки зрения образа жизни, мы изменились с вами очень и очень круто. Во-первых, этот человек древний. Он, конечно же, имел большую двигательную активность. Он проходил в течение дня 20 километров, это самый минимум. Иногда до 40 километров. В поисках еды, конечно, мужчины это делали. Женщины ходили и занимались собирательством, либо ухаживали за детьми. Кроме того, не было отапливаемых помещений, не было хорошей теплой одежды. И на обогрев тела уходило тоже гораздо больше энергии у этих людей. Таким образом, ну и в целом физической нагрузки было больше. Таким образом, получалось, что человеку надо было съесть в течение дня еды примерно на 3,5 тысячи килокалорий. 3,5 тысячи килокалорий. И в этом количестве еды находилось достаточное количество витаминов, минералов и прочих полезных веществ, о которых мы сейчас тоже выясним, какие они нам нужны. И это покрывало полностью необходимости нашего организма. Что происходит сейчас? Сейчас, при самой большой двигательной активности, когда мужчина занимается спортом и делает определенные, имеет физические нагрузки хорошие, он потребляет в лучшем случае в течение суток 2,5 тысячи килокалорий. Какой бы сбалансированный рацион питания не был, насколько бы натуральные, экологически чистые продукты сейчас этот мужчина, городской, современный не ел, вот с этим количеством пищи на 2,5 тысячи килокалорий не могут витамины и минералы все в достаточном количестве к нам в организм поступить. Вот, собственно, и есть причина, почему человек болеет. Во-первых, к нам не попадает в организм то, что должно попадать. Если вы хотите проверить эту информацию, вот я специально привожу внизу ссылку на Роспотребнадзор. Это ссылка для того, чтобы вы могли скачать такой документ, как «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения». Согласно этому документу, в 2008 году он был издан, подписан Геннадий Манищенко, нашим главным санитарным врачом страны. Согласно этому документу, недостаток некоторых микро-макроэлементов и витаминов в обычном суточном рационе на 2000 килокалорий составляет 20-30%. Какой бы сбалансированный рацион не был, вот эти есть 7 основных, так называемых, незаменимых факторов здоровья, эссенциальных факторов здоровья. Это те вещества, которые попадают к нам извне. Это незаменимые аминокислоты, это витамины, это микроэлементы, это макроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и вода. Это первая причина, почему человек болеет. Вторая причина, потому что к нему в организм попадает очень много веществ, которые мы не научились выводить за столь короткий период времени для эволюции. Эволюция вела человека к уровню кроманьонца несколько миллионов лет. Можете себе представить? Ну как несколько, даже сотни миллионов лет. А за 50 тысяч лет мы настолько изменили свой образ жизни, что организм не успел к этому перестроиться. Ну есть такая статистика, что 100 лет назад, всего лишь 100 лет назад, 97% населения планеты Земля, ну в частности эти данные, наверное, больше взяты для Европы. То есть данные на Европу. 97% населения Европы жило в сельской местности. Можете себе представить? 100 лет назад практически все население было в селе. Сейчас все в городах. Соответственно, к нам попадают такие вещества, как радионуклеиды, гормоны роста из еды, которую мы с вами кушаем из мяса, пестициды и гербициды, тяжелые металлы. Такие вещества, как диоксины и фенолы, ну диоксины в частности, они получаются только вот в этой среде нашей, возникли из-за того, что мы утилизируем пластмассу, мы ее сжигаем. И просто не было в природе таких веществ. Хлор, который добавляется в воду, его в чистом виде в природе вообще не существует. Ну и соответственно, он в определенной степени тоже вреден для нас. Вот это все попадает в наш организм. Многие из этих веществ имеют кумулятивное действие, то есть они накапливаются в сосудах головного мозга, в печени, в кишечнике, в почках, просто в сосудах по всему телу. Что-то откладывается в жировой ткани. И в итоге мы имеем огромное количество заболеваний. То есть первая основная причина, в наш организм не попадает то, что должно попадать. Вторая причина, попадает то, что попадать туда не должно, никоим образом не может, но не умеет выводиться нашим организмом самостоятельно. Именно поэтому и существуют продукты, которые занимаются тем, что дополняют недостаток и выводят то, что лишнее. В этом плане, на этом поле и работает продукция корпорации Тиньши. Это потрясающая компания, которая взяла за основу рецепты восточной медицины, которая применила комплексный подход к продукции. Она имеет огромное количество сертификатов, в том числе, допустим, является эксклюзивным поставщиком ООН в зоне стихийных бедствий своей продукции. Кроме того, наша компания имеет множество сертификатов и наград на российских различных выставках. Допустим, вы видите, на выставке в областях медицины, научно-практической конференции по биологически активным добавкам. Вот такая медаль имени Мечникова. Имеет сертификацию GMP, экологического соответствия. Сертификацию системы ISO, то есть это очень важная сертификация для любой компании, которая дорожит своей репутацией. Потому что ISO это международная организация, которая проверяет не только конечный продукт, а она проверяет весь процесс производства. И не так, как мы, чтобы получить сертификат в России, достаточно всего-навсего один раз привезти партию продукта, если она устроит по качеству. Ну, там есть определенные контрольные, конечно, сборы этой продукции, но ты их знаешь. И вот ты привез хорошее качество, тебе дали сертификат. Потом гонишь на своем заводе, в принципе, все, что хочешь. ISO, она проверяет производство, менеджмент, управление производством. Она проверяет историю, преемственность технологий в твоем производстве. И поэтому, когда проверено производство, можно не беспокоиться за качество продукции. Ну, есть сертификат HASP, ну и вот, конечно же, наши сертификаты. Еврозес, это российские сертификаты, ну, точнее, таможенного союза Россия, Беларусь, Казахстан. Я взял два сертификата здесь на наш цинк и на чай. Эти сертификаты, это просто подтверждение того, что продукт очень качественный. Кроме того, есть, конечно же, особенность и изюминка в продукции Тиньши. Их, пожалуй, две. В первую очередь, это продукция, которая вобрала в себя каноны восточной медицины, которым уже 5000 лет. В том числе и некоторые тибетские рецепты. Таких продуктов немного, вообще, в принципе, представлено на рынке. Ну, компания Тиньши, пожалуй, это один из крупнейших представителей. И вообще, это крупнейшая компания на рынке пищевых добавок Китая. Если вы представляете, что такое рынок Китая, я думаю, для вас это тоже очень серьезный факт. Это страна, которая производит огромное количество продукции. И быть на ней крупнейшим игроком, это действительно стоит многого. И вторая фишка нашей компании, она имеет систему продукции, пищевых добавок. То есть, как отличить толковую компанию от бестолковой? В толковых компаниях всегда есть система продукции. И система продукции, она включает в себя некоторые группы продуктов. В первую очередь, это продукты очищения. Это продукты, которые чистят наши почки, нашу печень, наш кишечник, наши сосуды и наши легкие. И это очень важно, потому что мы должны убрать первую причину заболевания, когда к нам попадает очень много того, что не должно попадать. Оно либо отравляет наш организм, либо препятствует усвоению полезных веществ. Вторая группа продукции, это продукция восполнения. Это продукты, которые восполняют недостаток веществ. То есть, это микро-макроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, витамины. Ну и в принципе, вот те как раз таки остальные группы, которые я уже называл. И третий вид продукции, третья система, это продукты регуляции. Продукты регуляции регулируют наши органы, работу наших органов посредством воздействия на пять основных желез человека. Желез внутренней секреции. Это щитовидная железа, это шишковидная железа, эпифис, это гипофис такая железа, есть тоже, которая много половых гормонов вырабатывает в мозге. Это надпочечники, это поджелудочная железа. Соответственно, воздействие на эти железы, мы имеем и воздействие на органы, потому что они вырабатывают различные гормоны и ферменты. Хорошо, есть в принципе очень много подходов к применению такой продукции, но я бы хотел сегодня остановиться на общей такой базовой программе, которая поможет любому человеку, который будет ее применять для себя, нормализовать свое здоровье. Представьте себе, любой человек абсолютно, он устроен из простых химических элементов, ну допустим, что я имею ввиду, допустим, все понимают, что кости у нас на основе кальция, любые ферменты на основе цинка, кровь на основе железа. И если этих элементов недостаточно, то человек начинает страдать заболеваниями. Причем, вы знаете, нет разницы, какой человек, какой он расы, будь это китаец, или будь это какой-то темнокожий человек, или будь это какой-то мулат, в принципе, это абсолютно не имеет значения. Или это, конечно, европейский представитель населения Земли. Это совершенно не имеет значения. У всех одинаковая биохимия. Все одинаково умирают от одних и тех же болезней. Все одинаково умирают от рака, все одинаково умирают от последствий сахарного диабета, от сердечно-сосудистых заболеваний. И, соответственно, если мы с вами можем иметь некую продукцию, которая будет воздействовать на вот такой вот средний организм, то мы можем помочь огромному количеству людей. Поэтому я вам предлагаю именно такую базовую продукцию, базовую программу. Итак, что она в себя включает? Ну, во-первых, это чай тиньши. Чай тиньши – это просто потрясающий продукт. Я его очень люблю. Его очень любят большое количество людей, взрослых людей, которые страдают различными сосудистыми проблемами. То есть, это вегетососудистая дистония, повышенное, пониженное давление. Это различные проблемы, кстати говоря, пищеварения. То есть, особенно связанные с желчевыведением. Это продукт просто потрясающий, потому что это не только чай, но это целый фитосбор. Он в себя включает еще такую траву, как гиностема пятилистная китайская. Она обладает очень сильным антилипидным эффектом. Она выводит прекрасно холестерин, вредный холестерин низкой плотности, который забивает наши сосуды. Это выглядит примерно следующим образом. Вот вы видите атеросклеротические бляшки, которые возникают на стенках сосудов. Ну, вообще, если брать такую проблему, как повышенное давление, то гипертония. Какие лекарства нам предлагает наша фармпромышленность? Ну, это там, ЭНАП, допустим, или ЭНАПРИЛ. Что делают эти лекарства? Они просто химическим образом расширяют сосуды. Несмотря на то, что во всех учебниках написано, что есть два основных генезиса возникновения как раз-таки гипертонии. Это либо почечная, либо сосудистая причина. То есть, либо забиты сосуды, и поэтому давление увеличивается, кровь начинает сильнее прокачиваться сердцем, либо проблема в почках. Именно, и поэтому тоже надо повышать давление, из-за того, что они, скажем так, создают препятствия в движении крови. Но, как вы понимаете, ЭНАП и ЭНАПРИЛ, они просто расширяют вот те вот гладкие мышцы, которые вы видите на верхнем срезе сосуда. И они химически их расширяют, но абсолютно не воздействуют ни на почечную причину, ни на причину закупорки сосудов, вот такого вот сужения сосудистого русла. И мы имеем в результате, что сначала человек имеет небольшую дозу таких лекарств, она ему помогает, потом гипертония усиливается, потому что причина не убрана, он пользуется еще больше дозой, еще больше в итоге гипертония, там третьей степени и так далее, гипертонические кризы, и больше, 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 больше последствий от одного заболевания, и от применения лекарств. Потому что в любом лекарстве, помимо показаний, вы можете прочитать в три раза больше побочных действий, и противопоказаний, и результатов, которые могут быть получены при передозировках. Так вот, это все может решить наш чай, все проблемы сосудистого характера. Он прекрасно чистит за счет вот этой травы геностемы. Кроме того, он имеет в составе такую траву, как сенна, она ускоряет почечную деятельность, выведение из почек жидкости. Поэтому у вас пойдет немножко процесс очищения, вы будете почаще ходить по делам, скажем так. Есть еще лотос яванский, он выводит лишнюю воду из организма, жидкость снижает жар, горец многоцветковый, семена касси и тора, и цветки ноготков. Такие основные компоненты этого чая. Ну и шесть сортов зеленого чая, конечно. Стоит этот чай очень доступно, но это 18 рублей в день, можно сказать, потому что один пакетик чая, получается 18 рублей. А вам достаточно выпить как раз-таки один пакетик на литр в течение дня, для того, чтобы профилактировать огромное количество заболеваний. Я думаю, любой человек в своей жизни пил чай в кафе за 200, ну может быть не за 200, даже пусть будет за 50 рублей, но он пил этот чай. А потратить 18 рублей в день на свое здоровье, я думаю, может каждый. Чай очищает наши сосуды. Следующий продукт – это хитозан. Хитозан – это потрясающий абсорбент, он очищает наш организм на уровне клеток. Хитозан теньши – он особенный, он такой высокой степени очистки, что всасывается в кишечнике, разносится по организму и чистит организм на уровне клеток. Абсорбент – это действительно очень сильный, намного сильнее активировано угля, можно долго рассказывать, но я лучше покажу, как это работает. Для начала, раковые клетки, которые возникают в нашем организме, вот хитозан как раз-таки может препятствовать их развитию, это один из продуктов, который применяют в онкоразличных программах, когда человека готовят к операции, я знаю некоторые врачи, вот мне знакомые, из Казахстана, они применяют этот продукт и опухоль перестаёт развиваться, она находится в такой какой-то оболочке, что ли, её гораздо проще оперировать и, соответственно, люди очень любят этим пользоваться. Кроме того, хитозан чистит и наше пищеварение, и нашу печень. Хитозан прекрасно помогает людям с похмельным синдромом, если это возникает, такое побочное действие, и, соответственно, это просто потрясающий продукт. Следующий продукт, очень важный, это сироп из фруктозанов. Сироп из фруктозанов очищает наш кишечник. Он очищает наш кишечник, потому что кишечник это очень важный орган. Если вы представите себе кишечник, то это трубка длиной где-то в 7 метров у взрослого человека. Но представьте себе, площадь всасывания кишечника 120 квадратных метров. Ну, не каждая квартира в России у человека среднего имеет такую большую площадь. За счет чего такая площадь? За счет вот такого ворсинчатого аппарата. У нас в кишечнике находятся ворсинки, которые как раз таки улавливают все полезные вещества, которые есть в нашей пище. Если мы кушаем, очень много синтезированных веществ, химических веществ, которые не способны всасываться, которые просто откладываются в виде налета на ворсинках, через определенное время мы имеем огромные проблемы с микрофлорой. Это полезные бактерии, которые живут вот как раз таки на стенках кишечника. Мы имеем проблемы с выведением пищи из кишечника. Мы имеем проблемы с токсикацией организма из-за того, что в кишечнике скопилось очень много веществ вредных, которые организм не может вывести. И, соответственно, большую-большую кучу проблем. То, что мы кушаем, оно не усваивается. Вот очень часто бывает такой эффект, когда человек начинает принимать кальций тиньши, и он ему, ну, как-то так, не очень быстро начинает помогать. И в этом случае я всегда спрашиваю человека, а как у него вообще с пищеварением? И выясняется, что на самом деле с пищеварением у него не очень хорошо. Поэтому я всегда рекомендую, уже исходя из своего опыта, применять кальций тиньши вместе с таким продуктом, как сироп из фруктозанов, для того, чтобы очищать тонкий кишечник. Ведь усвоение кальция идет именно в тонком кишечнике. Следующий продукт – это кардицепс. Это продукт, который укрепляет иммунитет, потому что он воздействует на функции надпочечников очень хорошо. Он является иммуномодулятором. Это продукт чисто тибетский, восточный. Это то, что есть как раз-таки такая фишка, можно сказать, у компании Тиньши. Особенный продукт. Я имею свой результат. По этому продукту я начал им пользоваться около трех лет назад. И за эти три года я ни разу не болел заболеваниями с температурой какими-то ОРЗ. То есть у меня просто бывает иногда небольшой кашель, когда изменяется погода или чуть-чуть может поболеть горло один день. Все мы люди, это понятно. Когда не поспишь, не поешь, не соблюдаешь режим, это может возникать. Но представьте себе, когда я переехал в Питер из Краснодарского края, я в первую зиму переболел пять раз. Пять раз переболел. Для меня это было поразительно. То есть болело, я имею в виду, что у меня была температура. Я болел настолько, что не мог выйти из дома, не мог идти в университет учиться. Я думаю, многие люди знают о таких явлениях и со своим здоровьем. Такой-то я стал применять кардицепс и второй продукт еще цинк, который очень хорошо воздействует на иммунитет. И три года я не болею. Иногда что-то может возникать, какие-то небольшие инфекционные заболевания, вот такие ОРЗ, но они проходят за один день. Это не сопровождается большими проблемами, осложнениями и так далее. Следующий продукт – это цинк. Цинк – это очень важный элемент в нашем организме. Согласно нормам физиологических потребностей, вот тому документу, это основа порядка 300 ферментов. Недостаток цинка в организме приводит к половой дисфункции. Недостаток цинка приводит к анемии, то есть плохо сворачивается кровь. Ну и недостаток цинка приводит к тому, что наши ферменты не работают. То есть очень часто у человека снижена вкусовая чувствительность, у человека не очень хорошо идёт пищеварение, у человека может быть проблемы со зрением, кстати говоря, тоже из-за недостатка цинка. И всё это можно решить всего лишь одним продуктом. Я его называю основой восстановления, потому что любое деление клетки всегда сопровождается тем, что нужен цинк. Потому что, если мы помним из биологии, из 9 класса биологии, вот когда клеточка делится, там возникает такое веретено деление. Вот оно на цинковой основе. И, соответственно, если цинка недостаточно, способность к регенерации очень сильно падает. То есть заживают раны плохо. Сворачивается кровь, опять же, как я уже говорил, плохо. И цинк как раз таки всё это убирает. Мужчины, те, кто слушает меня сейчас, с каждым семи извержения мужчина теряет 5 мг цинка. Это связано с тем, что у нас постоянно вырабатываются половые клетки. Если у женщин запас половых клеток один и на всю жизнь, то у мужчин они постоянно вырабатываются. И, соответственно, если цинка недостаточно, а он в большей степени скоплен у мужчины в предстательной железе, то к 35 годам с молодости, если идёт дефицит, то это может быть уже половая дисфункция и очень серьёзные проблемы. Поэтому следите за собой. Это продукт, который очень хорошо помогает. Можно, конечно, кушать ягоды. Но чтобы скушать хотя бы вот такую соточную дозу цинка, надо съесть где-то полкилограмма черники. Это продукт хороший, собранный в экологически чистом районе. То есть не всегда всем доступный. Далее. Следующий продукт – это кальций. Ну, про кальций я вообще могу петь песни, потому что с этого продукта начиналась наша компания. И за первые 6 лет этого кальция по всему миру люди купили на 1 миллиард долларов. Можете себе представить, насколько популярный продукт и из-за чего? Дело в том, что устояние кальция – это серьёзная проблема. Во-первых, недостаток кальция – это порядка 150 заболеваний в организме. В том числе, допустим, диабет второго типа, то есть инсулино-независимый. Когда инсулина достаточно, но не идёт в синтез глюканазы. Вот такого фермента. А он не идёт в основном, ну, очень часто, из-за недостатка кальция. Вот у нас есть такой порошок тинши с кальцием и витаминами, или мы его называем для снижения сахара. Вот он в сочетании с традиционными методами снижения сахара даёт до 15-20% лучший результат по снижению содержания глюкозы в крови. Кальций тинши – это особенный кальций. Он усваивается организмом очень хорошо. Вот есть два основных правила, золотые, так называемые, восполнение запасов кальция. Во-первых, надо повышать его усваиваемость. Во-вторых, снижать его вымывание. Вымывание, оно возникает из-за возраста, особенно у женщин. Это связано с женскими гормонами. Он не может просто усваиваться кишечником, и организм его начинает брать из костей. Ну, а усвоение очень сильно связано с содержанием фосфора в организме. Оно связано с содержанием витамина D, холикальциферола, да? И если за этим не следить, то могут возникать такие заболевания, как остеопороз. Вот вы видите два рентгеновских снимка. Слева – это рентгеновский снимок нормальной кости, справа – костная ткань, поражённая остеопорозом. То есть, настолько размягчается костная ткань, берётся из неё кальций. В итоге это приводит к очень серьёзным переломам. Переломы сложные, они плохо срастаются. Либо вот такие отложения в виде солей других металлов, когда они заменяются кальцием. То есть, кальция не хватает, его организм берёт, заменяет его другим элементом. Элемент физически, его молекулы просто больше, и получается нарост. И он человеку мешает ходить. Как это ни странно, любая пяточная шпора, или вот артроз, артрит, то есть, это в суставе, когда наросты, не из-за избытка кальция, а из-за недостатка кальция. Следующий график, очень интересный, это вот как раз-таки женщины, насколько у них снижается минеральная плотность костей с возрастом, и изменяется их осанка. Как вы видите, у мужчин немножечко всё попроще. Это опять же связано вот с особенностями женского организма и периодом климактерическим. Есть 6 основных преимуществ кальциевой серии тиньши. Во-первых, он всегда содержит в себе вспомогательные вещества для усвоения. Это нужные ферменты, это нужный витамин D, это соотношение фосфора и кальция всегда хорошее, поэтому он хорошо усваивается. Витамин А очень часто в большей части линейки кальция представлен витамин С, витамины группы В. Кроме того, этот кальций имеет большое содержание. В каждом пакетике от 360 до 400 мг, в зависимости от вида кальция. И это позволяет восполнять суточный дефицит, потому что, согласно данным Роспотребнадзора, нам не хватает от 500 мг кальция в день, в зависимости от того, жителем какого региона мы являемся, и где мы живем, в деревне или в городе. Большая часть людей живет в городе, поэтому до 500 мг в день мы недополучаем. Где-то надо 1000 мг на взрослого человека. Мы с пищей получаем в лучшем случае 600 мг. И 400 мг в любом случае не хватает, соответственно, огромное количество заболеваний. Усвоение кальция – очень сложный момент. Дело в том, что кальций теньши – это продукт особенный, он очень хорошо усваивается. Вот он имеет огромное количество золотых медалей на разных выставках, потому что это особый хилатный комплекс кальция с аминокислотами. И плюс добавлен еще такое соединение, как трианат кальция. Вот это комплексное соединение, комплексный препарат, дает очень хорошую усваиваемость. До 90% может усваиваться вами кальция из наших препаратов. Он имеет очень высокую биодоступность в сравнении с теми кальциями, которые можно купить в аптеках. Потому что большая часть тех кальция усваивается максимум на 30%. Остальное либо благополучно выводится, либо откладывается в виде сложных соединений, ну, точнее, стабильных соединений, таких неорганических, в наших почках, в наших сосудах. И в итоге, казалось бы, боролись с дефицитом кальция, а получили камни в почках. Но вот эту проблему полностью убирает кальций компании теньши. Поэтому он столь популярен, поэтому люди его так любят, поэтому люди получают очень быстрый результат по этому кальцию. Просто поразительный продукт. Икан. Икан – целебные капсулы. Называют еще их. Это очень сильный антиоксидант. Я называю его батарейкой для нашего организма. Он может насыщать кислородом все клеточки. А когда есть кислород, соответственно, все остальные пищевые добавки начинают лучше работать быстрее. Вот этот продукт, он в этой серии нужен в этой базовой программе для того, чтобы активизировать все остальные продукты. Кроме того, Икан, как я уже сказал, является очень сильным антиоксидантом. Можете поподробнее узнать про проблему свободных радикалов и антиоксидантов в трудах такого ученого, как Брюс Эймс. Брюс Эймс исследовал это. Он выявил такой, выявил очень хороший антиоксидант Коэнзим-Ку-10. Я думаю, слышали такое название. И этот человек, он говорит о том, что любое старение организма, связанное с накоплением свободных радикалов, любое онкологическое заболевание, связанное с большим количеством свободных радикалов, это любые вещества, свободные радикалы, которые имеют два свободных электрона на внешней электронной связи, скажем так, упрощенные химически. Это очень сильные окислители, грубо говоря. Это могут быть разные совершенно вещества. И в нашем организме есть такая... Они просто разрушают молекулы. Они, допустим, могут разрушать молекулы ДНК, и клетка перестает нормально делиться, она мутирует, соответственно, возникают раковые заболевания. Наш организм с этим борется, потому что эти вещества всегда к нам попадают. Даже в процессе нашего дыхания возникают там пероксиды, допустим, они очень сильно тоже окисают наш организм, и наш организм с этим борется, вырабатывая такие антиоксиданты. Их несколько видов, не будем вдаваться в эти подробности. Это есть и гормоны, определенные ферменты, и витамины являются антиоксидантами. Ну вот есть в том числе и антиоксиданты, такие как ресвератрол, теополифенол, растительного происхождения, очень мощные. Вот они входят в состав таких продуктов, как холикан, это ресвератрол, или капсулы с ресвератролом, называется вообще этот продукт, либо целебные капсулы икан. Тоже просто поразительный продукт, я бы хотел показать опыт. Вот мы сыпем на, просто в обычную воду рис. Как вы знаете, в рисе много крахмала. И капаем туда свободно радикальный элемент, йод, обычный йод. Все делали этот эксперимент в школе, по биологии, капали на разрезанную картошку йод. Крахмал окислялся, он синел. То же самое совершенно вы сейчас видите, происходит в нашем стаканчике. Даже рис, как вы видите, вот он даже практически почернел, вот так посинел. Мы добавляем несколько капсул икана. Можно посмотреть на них. Вот так они выглядят, красненькие. Две капсулы достаточно для этого эксперимента. И посмотрим, насколько действительно антиоксидантную активность имеют эти капсулы. Насколько быстро и сильно они могут восстанавливать вот такие окисления, которые делают свободные радикалы. На ваших глазах все происходит абсолютно. Мы этот эксперимент показываем на любой презентации нашей продукции. Он показывает очень сильную антиоксидантную активность наших препаратов. На самом деле йода было очень много. Вот даже в этом эксперименте, который снят на видео, йода было просто потрясающе большого количества. Но, как вы видите, все восстановилось, пришло в норму. Остался только цвет икана небольшой, потому что это такой желтенький порошок сам по себе. Там еще есть бета-каротинный порошок моркови. А вот мы проверяем, что происходит, если у нас уже есть икан в организме, и мы добавляем еще свободных радикалов. Вот вы снова видите, ничего не происходит. Это такая профилактическая защитная функция нашего препарата. Обычно все хлопают этому эксперименту, очень его любят. Можно очень много говорить, но проще действительно вот так показать. На самом деле наш продукт имеет огромное количество позитивных отзывов. И я бы хотел сейчас показать один из результатов, который получили наши партнеры в Мурманске. Это был очень сложный случай с ребенком. Я думаю, вы сейчас все сами увидите. Но даже в этом сложном случае помог продукт компании Тиньши. Смотрите это видео. Оно меня лично всегда очень поражает, сколько бы я его не смотрел. И я рад, что я занимаюсь именно этой продукцией и несу здоровьем информацию об этом продукте. Могу очень многим людям помочь. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я мама Ксюши Калинка. Когда Ксюше был год, ей поставили диагноз ДЦП, органическое поражение центральной нервной системы, форме гидроцефалии и спастического тетропореза. От рождения и до 4,5 лет мы наблюдались в поликлинике. Мы лечились в Москве, в Санкт-Петербурге, в Апатитах, в области и во всех лечебных заведениях, которые есть у нас в городе Мурманске. Благодаря всему этому лечению, она начала сидеть в год и начала ползать в два года. И все. С двух лет и до 4 с половиной у нее не было никаких лучшей. И ко всему этому она очень часто болела простудными заболеваниями. И в период с сентября 2008 года по февраль 2009, она у меня болела практически не переставая. И ни врачи в поликлинике, ни инфекционной больнице ничего не могли сделать. Я решила, что надо искать какие-то новые методы лечения. И в конце февраля 2009 года я познакомилась с компанией Тинши. Сразу же мы записались на прием к врачу Челюмовой Людмиле Павловне. И она нам прописала курс. Мы сразу же начали принимать все эти препараты. Как она написала? Ксюша тут же перестала болеть. УРЗ, простудными заболеваниями, хотя мы точно так же ездим в транспорте и в том же садике болеют дети, а она не болеет. Это первое. Во-вторых, через полторы недели после начала лечения у нее исчезла жестокая спастика ахиловых сухожилий, которую мы вообще ничем убрать не могли. И она смогла ставить ногу на пятку и ходить, как нормальный человек, на пятки. А через полтора месяца после того, как мы начали лечение, Ксюша начала самостоятельно стоять. У нее улучшилась память. У нее улучшилось, у нее улучшилось, у нее практически ушло косоглазие. Помимо того, что мы продолжаем пить препараты Тинши, мы еще используем аппараты Тинши. И благодаря этому она уже может пройти самостоятельно несколько шагов. Я знаю точно, что компания Тинши вылечит моего ребенка. И я хочу сказать за это огромное спасибо компании и тому, что я здесь. Спасибо. Вот такой результат получили наши партнеры из Мурманска. Они сняли такое простое любительское видео, которое просто всегда меня лично поражает. Спасибо им огромное. И спасибо действительно нашей продукции. И в завершении своего отрезка рассказа об этой продукции я бы хотел рассказать историю про одного известного китайского целителя, известнейшего. Его звали Бян Цуи. Он жил в такой период, как примерно 400 лет до нашей эры. Он считается основоположником медицины. Он лечил императорскую семью. И князь был такой из императорской семьи, Вэйвэнь. Он как-то прогуливался в саду и встретил вот этого Бян Цуи и спрашивает у него, Бян Цуи, у тебя вся семья целителей, кого ты считаешь самым лучшим целителем? Он сказал, да, действительно, это правда, у меня вся семья целителей, у меня есть старший брат, это самый лучший целитель, у меня есть средний брат, это такой среднего уровня целитель. Ну и я на самом деле самый посредственный целитель. На что князь очень удивился и спросил, а почему же все говорят только про тебя? Никто не знает ни твоего старшего брата, ну очень мало людей знает твоего среднего брата. И он сказал такую вещь, мой старший брат может подбирать людям такие снадобья, такие травы, такие препараты, которые позволяют им не болеть никогда. Мой средний брат помогает людям с небольшими проблемами со здоровьем, когда у них немножечко что-то болит. Ну и ко мне люди приходят, когда у них уже серьезные проблемы и они совершенно не могут ничего сделать. И я некоторым из них помогаю, и когда я им помогаю, молва обо мне разносится. И эта история говорит о том, что я вам желаю заниматься именно профилактикой своего здоровья. Только профилактика своего здоровья ведет к очень хорошим результатам в нашем здоровье. Я желаю здоровья вам, я желаю здоровья вашим близким. С компанией Тиньши. Разбирайтесь в этой продукции, получайте больше информации. И я уверен, что качество вашего здоровья начнет вас поражать с каждым днем. Спасибо.